Так, следующая партия, игра я белыми против мастера Фиде из Испании, 2-411, и желательно побеждать и идти вперед, 2 из 3 это будет неплохо, 1 из 3 это будет, откровенно говоря, так себе. Выставляю такую съемку, сразу слона на Б2, так сказать, предход, наверное, не нужен такие все-таки, так, раз сыграл Ферс Ф6 человек, и пиши пропало. Давайте попробую двойную Фианкета, вот так вот, ну окей, имеет право, так, слон же 2, и дальше, наверное, он будет пытаться захватывать центр, или что. Так, ну пока я в 4, в любом случае, вскрою слона, и если там, то был бы, вскрывал игру сюда, ну, в принципе, можно пойти с 4. Или Д4, ну, Д4 слона жалко, поэтому пока что Д4 не играется, можно Д3 просто играть, в принципе, с идеей дальше коня вывести, и получается, что в любом случае у меня или этот слон шикарен, или если он вот так затыкает, то у меня этот слон очень хорош, поэтому тут такое, выбор, возможно, из двух зол у черных. Сюда конь на Ф3, ну и поле Е5 довольно-таки заманчиво, вот, правда, он, зараза, хочет размять чернопольных слонов. Давайте сыграем на С4, хочу поддавить на центр как раз-таки. И на слона в 6, может быть, даже можно подумать о Д4, хотя не уверен. Спасибо большое за поддержку. Гоу, Вова. Говорят, хороший матч с Витсиком, насколько я понял. В английском я не силен, но такое, я думаю, перевел правильно. Ну, кстати, по-моему, слонов 6 был все-таки сильнее за соперника, но он решил так. Окей, Ферси 2. Да, этого слона он затупил, но с другой стороны у него теперь слон тоже плохо. А вот зато мой белопольный слон без оппонента красавец. Просто красавец. Так, тут давайте коня на Е5 закину. Если взять, я взять, я потом закрою Ф4. Опять же, белопольный слон мой очень хороший, чернопольные слоны у нас обоих плохие. И конь, по-моему, его тоже будет не особо прыгучий, что тот, что другой. Мне кажется, перевес должен быть у белых в этой позиции. Ну, Д4 такое ощущение, что все-таки скорее ошибка, чем нет. Так, дальше, возможно, также, если он, наверное, бить надо, да, бьет. И вот дальше Ф4, ладья Е1. Может быть, этого слона как-то в игру вести. Может быть, Ф5 продвигать. Опять же, слона можно на Е4. Можно просто подиагнать, держать конь, С6. Не играет. Я думаю, у белых хорошая позиция. И эту партию надо пытаться выигрывать. Так, Ф4. Ну, скорее всего, хочу просто Ф5. Да, вот черные пытаются развить активность на ферзевом фланге. А я, собственно, попробую на королевском. На Ф5. На взятие ладья Ф5. Дальше хочу сдвоиться. И поддавить на пункты Ф7, как минимум. Так, сюда. Вопрос, кого? Наверное, скорее БЦ. Все-таки ДЦ. Как-то ему проходную создают. Там Д3, поле Д4 какое-то. Хотя, с другой стороны, ЛМБ закрыто. Там можно блокировать, например, слон И4 путем. И пешка не такая уж сильная. Плюс можно выставить будет слон И4, например, такую. Да, нет, все-таки мне ДЦ больше нравится. Все-таки Д3 мне страшно, я думаю. Но зато идея вот со слона И4 мне нравится больше. Или слона Д5 может стать тоже прекрасно. Так, тут пока что... Или слона И4 слона на Д3 перевести. Чтобы он Д3 не шел. И у него конь, опять же, такой себя. И еще и... Пешка не двигается. Хотя, нет, мне все-таки больше нравится идея ладья Ф1 и слона на Д5. Там на Ф7 давление очень серьезное получается. Сюда он играет. Хочет коня, видимо, на И6. Но давайте пока слон на Д5. С идеей на конь Е6 сыграть ферже 4. И там уже будет... Играя ферже 4. Грозит удар ладья Ф7. И на ладья Ф7 слон Е6. Со связкой там, со всеми просто. Смотрите, какие рентгены там будут. Сразу на все четыре фигуры черных. И на короля, и на две ладьи, и на ферзя. Поэтому идея-то очень неприятная. А как от нее защищаться? Конь Д8 только обратная, я вижу, идея. А, там ладья Ф7 будет тактика. И нельзя бить ферзя из-за ладья Ф8 мат. А если не бить ферзя, то у самих ферзь висит. Да, смотрите, а как от ладья Ф7 защищаться? Если не защищаться... Если конь Д8, то... Все равно удар ладья Ф7. Если я не просчитался нигде. Ну, по-моему, это... Это может быть... Это может быть почти шедевр. Если пройдет. Ну же. Так сказать, ладья Ф7. Если ладья Ф7 слона Е6, я там даже выигрываю материал. А есть ли вообще спасение у черных? Что-то я в этом не уверен. Король Х8 какой-то ход. Ну, тоже такое ощущение, что ладья Ф7 все зависает. Все. А, мат на Ж7 еще, да, там, в конец. А не пора ли черным просто сдаться? Вот взять и сдаться? Как бы это странно не звучало. Не знаю, может, Х5 какой-то единственный ход. Ну, ладья Х5, там ферзь Х3, потом мат на Х8. Тоже не поможет. По-моему, это победа за белых. Я не вижу защиты. Опять же, конь Д8, ладья Ф7. И на ферзь сюда. Но все равно есть ладья Ф7. И идея в том, что на взятие ферзя ладья Ф8 мат. Потому что скрытый шаг и двойной шаг и мат. А если он бьет на Ф7, тогда тоже может взять на Ф7, взять ферзя. Ладья Ф7. Оуе. Ну, висит ферзь, висит мат. Это конец. Победа. Ой, хорошая партия. Ой, я доволен. Два из трех. Разгромил мастера Фиде в 23 хода.